добрый вечер всем привет 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 всех с полнолунием решила закурить так я с вами полсекунды опа вернулась я сегодня чуть позже чем обычно наполненный трудовой день прямо супер наполненный так я сегодня так мы сейчас немножечко еще подождем пока все присоединятся и начнем с вами так пока можно кто кто здесь уже сейчас можно написать какие-нибудь вопросы часть вопросов я видела в директ да добрый вечер добрый вечер часть вопросов видела в директ планировали поговорить про крадники собственно и вообще про про всякие наши с вами любимые волшебные магические беседы опять же полнолуние я надеюсь все уже себе зажгли полнолунные свечи как раз кстати сказать насчет полнолуние лучшее время для того чтобы восполнять все не просто украденное да а восполнять вообще все потерянное и потраченные и за предыдущее время потому что полнолуние даже нас такая большая полная чаша и самое лучшее время для того чтобы возвращать себе энергию и вообще все что все что куда-то подевалась и потом никак не найти так если есть какие-то вопросы не вопросов пишите что кому интересно а я немножко сейчас тогда раз на заявленные тему крадники вопросы про воду так крещенскую воду тему крещенской воды было крещение и у нас да это такая многолетняя акция школы мы в крещении собираем воду с большого количества церквей потом ее соединяем и получается вода совершенно с разными магическими свойствами да это там допустим 5 церквей 7 церквей 9 12 13 а в этом году возможно у нас получится 108 вот никогда мы такого еще не делали у нас было 40 вот максимальное количество это вообще конечно фантастическая целебная вода и антипорчичная вот если получится 108 вот попробуем московский аэротрон если кто-то здесь есть отзовитесь воду лучше соединять сразу лучше всего допустим сразу сделать воду там сколько у вас вот зависимости из трех церквей из 5 из 7 из 12 и она потом у вас просто вот так вот хранится весь год и стоит ее хватает очень надолго ее хватает очень надолго так артур сереже привет кто там из вас говорим сейчас пока про крещенскую водичку говорим про крещенскую водичку так что это на самом деле с уж такой очень простой способ который позволяет магический потом держаться потому что она и чистит отлично привет сереже она и чистит отлично она всякие болячки выводит она защищает очень хорошо то есть это такая знаете с помощью вот такой очень простых вещей да не надо делать никаких сложных ритуалов просто нужно запариться обойти в крещении там да либо с друзьями договориться вот у нас ученики все собирают мы собираем ученики собирают и потом мы все это дело сливаем и у нас получается вот мы пользуемся целый год я про это уже рассказывала это такая очень классная штука всем рекомендую запомнить хотя бы на следующий год кто в этом еще не сделал так тема крадников да вот у меня написано название крадники или магическое воровство очень странно конечно получилось что мы про крадники в полнолуние потому что полнолуние это наполнение энергии например да крадник это когда у тебя воруют это ущерб это ущерб это на самом деле такой из видов порчи это из видов такое соединение порчи с вампиризмом потому что крадники бывают разные бывают крадники перманентные когда у тебя кто-то близкий к вампиризму но с ритуальными практиками обязательно то есть это может быть не магическое действие например то есть просто есть человек рядом который вас вам перед крадник предполагает всегда магическое действие поэтому это могут быть люди которые постоянно рядом с вами чего-то подколдовывают вам там гвоздик в аджну гоняет потихонечку и вас обсасывают это может быть перманентный вариант воровать плохо это про это все знают это как официально заявленным грехом но человечество этим занимается на самом деле я думаю что с момента своего возникновения к сожалению потому что достигать самому тратить энергию работать очень многим лень гораздо проще кажется вот у кого-то украсть сегодня на деньги конечно полнолуние вы вообще все не должны все все делать на деньги на деньги на здоровье на любовь на полную чашу просто выложите на подоконник деньги поставьте свечи на них и пусть они за эти энергии луны зарядятся можно без всяких каких-то алтарей и еще чего-то да просто зарядить таким образом так вот смотрите какая штука возвращаемся крадником понятно что так кажется проще гораздо чем тратить самому силы до вкладываться впахиваться бывают крадники когда совершается просто конкретный ритуал ну например да кто-то успешен кто-то не успешен этот тот кто не успешен думает что я буду париться да дай-ка я знаю я ритуальчик бабушка меня тут научила какая-нибудь или пойду скажу каком какому-нибудь могу чернушному который это это дело организует и соответственно до устраивает крадник ритуалы по крадникам достаточно несложные не так у меня был звонок прошу прощения довольно несложные при этом продать до противного действенные вот что всегда бывает обидно вот пишут в чате откаты раз и почки отвалились а слушайте здесь ведь какая штука если бы у черных магов отваливались почки сразу после того как они сделали черный ритуал они бы все вымерли как динозавры они не они не вымирают как вы знаете они живут себе прям и процветают потому что ну во первых если это профессиональные черные маги про защиту от крадников скажу да если это профессиональные черные маги устрою все хорошо то есть определенные техники сброса вот так называемых откатов либо перевода до использует эту и другую практику когда ты слишком много на чернушу есть конкретные техники которые позволяют все это где который ты на себя повесил сбросить на что-то в основном так как это чернушники они переводят на кого-то из людей это тоже один из видов на самом деле такой очень очень тяжелый порчечные практики и он отработан везде есть свои техники безопасности что называется вот плюс бывают черные маги которые присоединены к демоническому источнику и тогда они не получают откатов потому что это их это их вселенная и они получат откат если сделают добро их за это накажут просто таких призванных магов их достаточно немного а уж про избранных черных магов и вообще говорить нечем но техники безопасности у них есть свои я знала в свое время одного такого очень крутого черношника в городе самаре он был у него очередь стоял он принимал только по ночам вот это было принципиально только после захода солнца у него это был советские еще времена ну почти советские не советские постсоветские сразу у него стояла очередь сушки эти весь подъезд и вот так вот как мавзолей народ и ездил к нему со всей страны и делать черноха и вы как-то сейчас ним говори ты выживаешь но мало того что понятно он он точно понимал что у него не он не будет у него не будет детей потому что он не готов подставить свое потомство под такую черную карму это он понимал да но себя он сбрасывал конкретно очень конкретные практики я прошу прощения у работников гаи он скидывал на гаишников он заряжал денежку специально ехал под штраф и с этой денежкой скидывал на гаишника всю чернуху то есть вот пожалуйста вам да совершенно конкретный совершенно конкретный ритуал в церкви часто встречается сброс да если в церкви вот это уже такая классическая практика про церковь если очень многие чернушники ходят в церковь скидывать для этого нужно дотронуться до человека если до вас кто-то дотронулся в церкви то вы делаете сразу следующее это прямо железное правило вы сразу дотрагиваетесь до него выше над его рукой то есть если вас потрогали по плечу значит вы должны чека потрогать вот здесь то есть вы сразу делаете обратку но ваша ваш пас должен быть по телу выше чем дотронулись до вас это тоже такая да совершенно классическая техника значит как защититься от кратников то есть вообще ну сейчас я чуть-чуть расскажу но на самом деле у нас сегодня вторник среда сегодня у нас завтра завтра слушайте завтра четверг у нас завтра пройдет вебинар по кратникам у нас был кратники один вебинар первый его можно купить записи кому интересно мы там даем все и когда и как наводят кратники чтобы это понимать и как их снимать и как защищаться завтра будут кратники по возвращению долгов кратники и долгим потому что это очень актуальная тема если вам не возвращают долг в 90 процентов это в итоге да это может быть не магическая операция просто чек взял деньги в долг и не вернул в 90 процентов это превращается в кратник до 10 процентов нет но 90 процентов невозвращенный долг становится кратником вот что с этим делать и как быть это будем рассказывать завтра все виды долгов это могут быть долги день до долг денежные у вас взяли денег долг не вернули это может быть долг душевный вы человеку куда вы любили человека вы к нему или вы просто к нему со всей душой и человек вам вместо благодарности показал большую фигу и в итоге это будет в чистом виде кратник мало того что это да и психологический энергетический удар но это очень часто становится кратником то есть все виды кратников будем смотреть и в отношениях и в деньгах и также работа с кратниками которые находятся в тени так называемые теневые кратники это очень интересный такой раздел магического действия также будет работа с тенью и теневые кратники это все завтра вот если кому интересно то в директ шапочки вы можете посмотреть у нас там есть ссылки и в stories были ссылки и так и ссылки на этот вебинар и это в топлинке можно посмотреть в общем вот кому интересно пожалуйста потому что тема на самом деле очень актуальная за эти кратники это то что вообще постоянно внутри нашего жизненного поля происходит мы же всегда дачек не живет один он живет всегда он мы находимся в среде это всегда обмен энергиями и там где происходит обмен энергиями там кратники просто пируют жируют и прекрасно себя чувствуют вот все вот эти до умения закрываться от кратников восстанавливать баланс возвращать украденные это вообще такая на самом деле очень актуальная тема есть техника построения специальной структуры сознания которая позволяет кратникам не давать к вам подключаться да эту технику тоже будем завтра рассказывать но из простого например такого что может сделать каждый кто не занимается магии так вопрос у лены если наследство которые должны были поделить пополам сестра забрала все себе и скрылась это что это кратник это кратник стал ли он магическим кратником до тем кто поставил вирус вообще в поле вашей жизни это надо смотреть потому что если вы в такой ситуации например не отреагировали на воровство сестры один из психологических способов защиты от кратника а это отпустить ситуацию если вы к этой ситуации привязаны то это станет кратником 99 и 9 процентов если вы научились отпускать эти как однажды мы разговаривали с приятелем он говорит слушай то что я точно понял да к своим годам это вы что-то говорили про деньги да давать деньги в долг и давать что деньги в долг можно давать только в том случае если ты готов их просто отдать и ни в коем случае не ждать их назад вернут отлично они вернут все да все свободны а либо не давать но давать и ждать если вы не старуха процентщица да если это не ваш бизнес например но тогда у вас другой при уровень эмоциональной завязки да тогда у вас нет завязки на уровне анахаты да это не личные отношения это бизнес отношения хотя и бизнес и так тоже рушат и не обязательно да вот физическом плане то есть просто обобрали деньги бизнес рухнул потому что у него не осталось в нем не осталось достаточного материального запаса да а и на энергетическом уровне вот самый простой способ люди психологической защиты это отпустить вот я даю деньги в долг но я точно совершенно не жду их назад дадут отлично не дадут да вы можете подписать бумагу дг договор которым у вас будет договор там а займе все что угодно но это на самом деле самая простая тогда не нужна магия по большому счету если ты действительно научился это делать другое дело чтобы эти мы все люди и мы да можем кто-то может этому научиться кто-то нет если это кто-то близкий кому ты доверял то конечно это удар тебя это всегда зацепит да вот лена пишет что не научилась для меня это был шок они мне тоже были на пробивают клиенты слушайте со страшной силы в смысле звонят я понимаю о чем лена говорит но в этом случае это будет кратником это будет кратником потому что вот через эту через эту эмоцию шока у вас будет сливаться и вы будете терять энергию вы будете терять силу прям по-любому это под подкопает вас с этим нужно работать либо нужно тогда сделать ритуал и закрыть крадник да вот ну это тогда ритуальная часть либо психологически походить психологу и поработать с вообще от крадников да это пи это первая защита я понимаю что вы ждете наверно от меня магическую защиту но мы все с вами все таки все человеки и первая защита это психологическая защита слушайте я научилась свое время это делать когда ты да если ты что-то отдаешь то ты не ждешь назад причем иногда бывает да я я это декларирую но я знаю ситуацию сейчас говорю думаю блин лукавлю есть ситуации когда действительно там потом щемит но когда ты уже про это знаешь ты с этим работаешь ты это в себе закрываешь либо вальтируйте если человек себя обманул и тебе пришлось за этого человека выплачивать ну смотрите какая штука сереж здесь тоже очень простая история если ты этого человека отпустил с этим его предательством то соответственно крадника не сформируется если не отпустил не хватает у тебя на это да вот такого внутреннего процесса то лучше сделать вольт потому что в любом случае вот крадник вы должны понимать крадник это рваная рана и ты либо залечиваешь ее условно прощением да либо мудростью мы это назовем либо чувством самосохранения когда я думаю окей что для меня выгоднее после этого заболеть попасть на деньги самому либо забудьте сказать иди ты лесом и и и и все и закрыть границу да это самосохранение если на это не хватает внутреннего процесса и боль настолько сильно или какая-то реакция несправедливость то соответственно надо просто делать вольты и и мочить так чтобы слить весь свой гнев потому что иначе будет доступ а если ворует магическую силу слушайте магическую силу украсть не так-то просто магическая сила это не деньги ее не так-то просто украсть для того чтобы украсть магическую силу мага нужно зацепить вы так просто не украдете магическая сила это знаете такая часть уже если она действительно у вас сформирована это часть вашего энергетического тела да не так то просто у человека украсть руку ногу и магическую силу соответственно тоже поэтому вас должны зацепить вы должны зафиксировать этот момент когда это произошло вас должны ввести в какое-то состояние стресса для того чтобы в момент этой реакции до совершить ритуал воровства магической силы до эфир сохраню учил чернушников есть конкретные на это дело определенные практики определенные ритуалы когда человеку все что угодно звонят например как-то да что-то такое говорят что-то подбрасывают там не за те же монетки или соль под порог они могут быть даже не порчащими да это классика жанра но все знают что это порча а просто подбрасывать для того чтобы напугать у меня был однажды случай на эту тему очень смешной мы разговаривали с приятелем а он астролог ну вот он строго астролог типа он всегда так сказать вы очень хорошо дружили но как по магии он шарахался и он не значит это разговаривать пропорчены до фигня это все нет никакой порчи значит я дать понимаю что окей там дай мне палку в руки я дам тебе по голове вот это порча так ну вот что ты мне можешь сделать какая порча значит я бы суши но в том-то и дело что палка видно порчи нет но потом зато потому что будет с тобой дальше происходить ты точно увидишь что это она ему что-то вот так вот про это все дело с ним спорили спорили и потом значит собирались выходить на улицу и значит выходим из подъезда а там две ступенечки и он спотыкается и падает лицом вниз и вы можете взять чек который вот только что у меня с пеной рта доказывал что пурчета вдруг разворачивается на меня и с такой знаете агрессии это ты налила я говорю подожди ты же не веришь то есть страх всегда нас вышибает вот прям всегда поэтому для того чтобы украсть магическую силу сначала вас должны выбить из себя это не просто непростой процесс до сохраню сохраню а если про человека не вспоминаю но напоминает о себе во снах значит еще не отпустила ситуацию а надо проверять юлия на картах потому что а если человек напоминает про себя во снах чаще всего это все-таки ваше бессознательное не закрыла с ним какие-то вопросы чаще всего да вы вроде как бы для себя декларировали что вы уже с ним закончили но ваше бессознательным данным напоминает вам что что то там еще есть но может быть и такой вариант что этот человек про вас думает и во сне пробивается его активность энергетическая это бывает реже гораздо потому что это у человека определенные силы но если был у вас с ним плотный такой рапорт до был плотный контакт то такое возможно то такое возможно надо просто проверить на картах если сны после вольта сны после вольта бывают смотря какие сны потому что если вы провели ритуал вольта для тех кто не знает ритуал вольтирование это когда зло которое вам сделали возвращается назад возвращается назад в источник да не снимается как ритуал снятия порчи а именно делается возврат если после вольта вам снутся сны надо понимать что это был за сон потому что очень часто после вольта вот я очень часто вижу сны которых я что-то доделываю я провожу физический вольт а потом да у нас же сон это наша с вами астральная жизнь а вы можете себе представить что мы с вами одну треть жизни проводим во сне но в среднем да кто-то спит 8 часов кто-то спит 6 кто-то спит 10 в основном одну треть жизни мы проводим во сне это очень большая часть нашей жизни так которую мы вообще не осознаем на самом деле мы там очень активны и я вообще очень люблю загружать свои сны доделыванием дневной магической работы там другое качество может быть после вольта вы просто доделываете ритуал в астральном пространстве тогда это классно смотря что за сон светлана пользуясь случаем скажите пожалуйста какие книги вами выпущены и где можно приобрести интересует магия благодарю светлана по магии я пишу книгу когда закончу не знаю у меня выпущено сейчас пять книг это базовый курс таро это книга раскладов везде есть магия таро и в первой и во второй книге я даю сразу и коррекции таро и ритуалы у меня выпущена книга оши дзен таро исцеление души это по колоде оши дзен таро у меня вышла книга магии растений это про магию растений девочкам всем очень рекомендую потому что у женщин у всех получается просто в лед и там я даю и ритуалы не просто магические свойства растений а ритуалы какие можно проводить с каждой волшебной травкой и в конце еще отдельные ритуалы и как алтарь делать и заговоры даю вот и магия лунных дней это очень тоненькая книжечка магиона не атака методичка считает да такой справочник но там у меня в конце тоже есть ритуалы конкретные про новолуние полнолуние про деньги про любовь вот пока так когда да да еще что-то напишу не знаю готовлю издательство просят но очень много работы под практически я пока не знаю когда я выделил это время так мне однажды после вольта приснилось что я змеи голову оторвала вот это то о чем я говорила вы закончили во сне астрально вольт вы победили врага и вам пришел во сне знак что вы с этим врагом справились вы оторвали голову у меня однажды была потрясающая инициация во сне просто потрясающая к теме к теме к теме змеи причем у меня после этого изменился дар то есть не появился новый дар которого не было до этого мне приснилось причем я сначала думала во сне так как я занимаюсь магией давно в том числе магии осознанных сновидений то я могу контролировать сон я могу контролировать свои действия во сне и мне снился сон однажды что я на берегу реки течет широкое русло реки сильное такое да вода чистая во сне смотрю на воду она чистая и и плывет гигантская змея как это она как анаконда огромный к такой удар гигантский и я вас не думаю все попало да я решила что это я испугалась я решила что это какой-то враг и змея вы выползает из воды на на берег вот так поднимается передо мной почему она огромная гораздо больше чем я смотрит на меня сверху и я потом просто понимаю что да это как это та сила которую я была не готова принять и и мне я по сне я понимаю что я боюсь но я держусь и и потом змея открывает пасть и у нее огромный кристалл кристалл рубина красивый сверкающий просто и я его взяла вот это было просто во сне инициация и у меня для открылась совершенно другая способность так книжки можно приобрести слушайте magic книга издательство продает издательство весь продает на зоне есть вообще много где есть у нас в офисе если вы санкт-петербурга есть так здравствуйте здравствуйте вот поэтому сны конечно фантастическая такая в гигантской часть нашей жизни и конечно вас вообще тема управляющих снов это то чем вы по-хорошему бы надо бы учиться если вы занимаетесь магией потому что например есть какие-то определенные ритуалы которые я понимаю что если я буду делать их в живую физически вот в нашем дневном реальном мире то для меня это будет очень опасно и в таком случае например я составляю себе ритуал сна и совершаю их во сне и это гораздо более тонкое пространство в котором да вот это не гораздо легче защитить себя как человека потому что я там сражаюсь только как маг а как человек я остаюсь на земле во сне я могу это разделить физическом мире если в живую проведу провожу ритуал это разделить довольно трудно вот так что в зеркалах до вопрос про зеркала катюш это вы привет 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 в зеркалах конечно если вы не работаете например со снами не дни не владеете техникой управляемых снов то вы можете работать зеркалах тогда да все знают что вроде как снимать порчи нужно зависит зеркала и не иметь отражающих поверхностей но на самом деле есть опять же техники проведения снятия порчи в зеркальных коридорах или зеркальных перекрестках и это как раз то что дает доп защиту а если эти змеи большие только окручивали вот смотрите анна большие только окручивали что сделали змеи они вас задушили они просто вы с ними справились весь вопрос в том что было дальше окручивали и а если крысы снились но крысы это всегда враги и воры это это кто-то из людей кто попытается вас обмануть обмануть обокрасть да вот это такая встреча обязательно с каким-то с какой-то человеческой подлостью коварством крысы во сне вообще всякая храф храф стра вра слово которое никогда не могу выговорить это крысы тараканы вообще это все это все не хорошо во сне это все соски больше того мы как-то скрадников с вами перешли на сны может быть потому что дело к ночи они кружили вокруг это значит что это какая-то опасность вокруг но если они на вас не напали то здесь очень просто вы избежите этой опасности так вот возвращаясь к снам на самом деле опять же в технике управляемых снов вы можете попробуйте просто поучиться дайте вот совсем просто попробуйте просто перед тем как вы засыпаете лечь спать и засыпая мысленно за ведь наш мозг компьютер ну в плохом смысле компьютер на самом деле он в хорошем смысле компьютер он компьютер он точно так же может загружаться программироваться до в него вводятся программы попробуйте просто перед снова последний на чем вы будете уходить в сон представить себе какую-то очень красивую картину и и знаете как бы мысленно призвать свой сон уйти не просто в сон низ я не знаю когда вы отправляетесь в это путешествие астральное под названием сон и вы не знаете куда вас повезет поезд попробуйте вызвать картину вызвать сон вызвать ощущение может первый раз не получится она иногда наоборот очень ярко получается попробуйте на этом идти в сон если это получается то ты на утро проснешься настолько отдохнувшим знаете вот кто-нибудь просыпается счастливым вот поставьте плюсики кто просыпается счастливым все темы огонь это правда кто просыпается счастливым кто умеет просыпаться счастливым я очень люблю людей которые просыпаются счастливыми просто смотрите какая штука вот катя пишет я ну слава богу есть у нас тут один человек редко бывает понятно что у всех то наталья счастливая иногда минус ангелик и счастливая она почти это очень такая я понимаю что все мы имеем свою природу кто-то по природе человек более позитивный кто-то менее позитивный кто-то вообще депрессивный там вот люди которые у которых всегда с утра плохое настроение у меня подруга у меня всегда с утра плохое настроение а у мужа всегда хорошее и она говорит боже как я его ненавижу по утрам когда я просыпаюсь и я думаю и у меня просто дурнейшее настроение а он улыбается он хэппи утром она говорит что за хрень собачья вот смотрите этому очень важно научиться для здоровья для состояния жизни потому что если вы проснулись утром счастливы значит во сне вы были в хорошем месте значит во сне вы наполнялись энергией поэтому к теме опять же за заказы состояния сна попробуйте себя дисциплинировать понятно что с первого раза может и не получиться но сделайте это раз второй третий когда вы действительно закрывая глазки до перед тем как заснуть вы просто вот призовите себе картинку от которой вам хорошо и попробуйте на этой картинке да они думая и и визуализируя уйти в сон потому что очень многих скидывает до людей которые не привыкли ночью набирать силу действительно их скидывает из этого вот держите эту картинку до попробуйте ей насладиться и и спить и вы просто увидите что вы утром проснетесь вообще по другому ведь сон нам дан кроме всяких астральных путешествий для того чтобы отдохнуло наше тело нервная система чтобы душа от всего этого бесконечной тревоги дня чтобы она очистилась и пришла до пришла в гармонию и это очень важная практика у вас будет восстанавливаться сила у вас во сне могут слетать эти мерзкие крадники и все все говно который на вас вешать в течение дня у меня подруга у меня плохое настроение с утра в обед и вечером жить и ну гоните в жопу такую подругу зачем она вам это значит если но если это не шутка сейчас то человек у которого плохое настроение утром днем и вечером это вампир это тот человек который себе придумал такую у него были проблемы сто процентов с родителями она недолюбленная и это значит она будет эту любовь воровать у всех кто окружает ее это на самом деле такая очень опасная распространенная манипуляция заводите себе людей вокруг себя которые могут вам дать тепла которые могут вам дать любви и силы зачем вам люди которые вас жрут пускай они в другом месте подкармливаются к теме крадников кстати я вот про это как раз думала здесь же тоже слушайте знаете надо когда ты если ты например вы черный маковый делаете крадник нужно точно знать у кого ты воруешь потому что например вы можете сделать крадник думая что вы сперли что-то хорошее а в итоге окажется что вы отравились потому что во время крадника я знаю пару случаев очень серьезных когда люди совершили очень неудачный крадник потом лечились несколько лет они просто во время крадника уперли у человека его болезни вместе с тем что они планировали да и и его порчи и и родовые проклятия поэтому здесь знаете тоже надо правильно знать как ты это делаешь чтобы не отравиться потому что вы можете отравиться этой энергией да вы же я понимаю что когда человек делает крадник он четко конка да он но настраивает тему да вот у этого там за денежную удачу или еще чего-то и где-то чуть-чуть косячок неправильно сделал и ты хватанешь с этим еще целую кучу унитаза поэтому это тоже так знаете хотя все конечно любят это делать черношники прямо со страшной силы и даже люди которые знаете они черношники мы знаем что они черношники они то думаю что они белые и пушистые что они так типа справедливость вселенной восстанавливать типа чего это у него так много а у меня мало так нет не шутка дружим со школы она моя кума я уже думала об этом всегда бывает бывает всегда больная после общения с ней и даже по телефону ну вот татьяна это как раз до четкое описание того о чем я сейчас вам сказала может быть конечно это такая осознанная ваша жертва когда вы хотите быть донором и ее спасать но это пожалуйста это ваш выбор но если это просто какая-то такая вежливость с вашей стороны и слабость и неумение сказать нет то лучше себя беречь знаете мы же когда это там со школы вы молоды у вас бурлит энергия его вам некуда ее деть но может быть можно и поделиться кого-нибудь подкормить ею но в любом случае в течение жизни до энергии надо научиться экономить потому что мы ее тратим и она не восстанавливается с такой скоростью с какой мы ее тратим и нужно точно научиться уважать свое энергетическое тело свои границы своей силы это просто очень-очень важно так что вот в общем слушайте кому интересно кратники приходите завтра все расскажем обучим научим и покажем а еще между прочим пока вы ничего не пишите в чате я вам еще выдам порцию анонса 1 февраля у меня начинается супер курс астромагия это будет курс которым я буду давать базовую астрологию и да для тех кого интересуется хочет знать астрологию милости просим но фишка основная курса в том что это будет с астромагии не просто знание астрологии а знание того как еще с это можно корректировать как можно лечить менять свой гороскоп свою энергетическую матрицу и по моему сегодня еще пока работает акция между прочим по которой можно купить с курса скидкой а 4 февраля у меня начинается базовый курс старом и кто хочет совершенствоваться 2 милости просим потому что курс будет опять же также не только значение и задание на таро а магия таро коррекции таро талисманы таро энергетические практики таро защиты и все 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 то есть понятно что та специфика нашей школы она особая вот а еще начнется у нас убойный курс по таро некрономикон кто знает колоду некрономикон скажите ставьте какие-нибудь плюсики кто знает колоду таро некрономикон или черный гримуар убойная совершенно колода которая конечно не просто колода это целая знаете такая гримуар это колода карт в которой каждая карта подает подсказку по конкретному ритуалу ею можно снимать порчи она ею можно снимать крадники защищаться работать с родовухами с некромантии работать со всеми сушки вообще вот фантастическое и у нас начинается курс как раз по таро некрономикон по моему то ли 3 февраля вот у нас там в директе в топлинке все все есть вот ну и 11 февраля начнется некромантия кого интересует жизни по ту сторону жизни программы курса все можно посмотреть конечно некромантия очень красивый курс и слушайте вот видите я прям вот горжусь этим потому что в основном я вот у кого смотрела некромантию дают в основном такая чернуха копания в могилах у нас кроме того конечно у нас тоже есть практики на кладбищах и так далее но это курс который дает по ним понять понимание вообще всей системы до жизни за границей жизни и структуру миров некромантических да то есть это прям такой большой красивый курс так светлана дайте совет как не чувствовать истощение в конце рабочего дня после общения с множеством коллег ну во первых психологический совет не надо вкладываться в ваших коллег здесь такой вариант либо меняете тусовку в которой вы тусуетесь если она вас таким образом истощает потому что истощение же происходит происходит от чего скорее всего вам не очень нравится ваша тусовка соответственно происходит сопротивление вы заставляете себя или вы вынуждены да если это работа вы вынуждены в ней находиться и соответственно они вас поджирают и вы сами себя поджираете вот этим внутренним сопротивлением это психологическая часть по психологической же часть не кромантия да дистанционно ну смысле онлайн курс да он уже проходил у нас онлайн прекрасно все проходит все отлично то значит так вот второй вариант это все-таки научиться не включаться ваших коллег найти мысленно поставить себе границу вот просто мысленно берете и ставите себе границу эти как вы сквозь стекло вот вы слушаете человека но энергетически вы закрыты эмоционально вы в него не включаетесь потом вам что-то говорит вы слушаете его чисто информационно но не включаете анахату попробуйте если вы работали с чакром с чакрами например когда вы тусуетесь с вашими коллегами общаетесь на общаться только головой только уровнем верхних чакр не включая низ не включая тело сердце нервную систему и вам будет гораздо легче магические возьмите зеркальце зарядите зеркальце кругленькое и носите его зеркальной стороной наружу так чтобы она отзеркаливала будут в лес левой стороны где у вас сердце просто берете покладете себе зеркало и его там носите и вы увидите станет легче она будет отбивать так данный вопрос про дистанционную некромантию прекрасно дистанционная некромантия то что все можно оказывается проводить онлайн и в этом свой кайф есть и это совершенно особое конечно подключение мы сегодня тоже вот общались с коллегой игры у тебя все онлайн она говорит да и я пришла вот и мы тоже практически только мастер-классы проводим оффлайн какие-то но я поймала кайф онлайн я научилась это делать я точно научилась держать энергии и это очень мощно когда знаете такая многоконтинентная энергия собирается вы только вот представьте себе одно дело понятно что когда ты живую работаешь это теплая энергия да здесь включено тело и это очень чувствуется но когда ты работаешь на дистанционно у тебя она по-другому включается на более тонких планах но ты просто можешь объединить знаете такую огромную географию и соответственно расширить совершенно круг энергетический мы вот сейчас проводили я не знаю кто-то сейчас есть из моих девчонок то магический круг проводили у нас был ритуал на старый новый год мы устраивали магический круг это очень круто вот просто да и мы собирали поле всех кто в нем участвовал и это классно и не соответственно некромантии никак это не мешает так спасибо светлана на здоровье юля так дорогие мои я конечно что так радостно с вами пообщалась но мне пора домой да мне пора ехать домой поэтому да всем кому интересно в директ есть топлинк можно выйти главное не запутаться у нас там много всего вот все курсы которые будут ближайшие это астромагия это базовый курс таро таро черный гримуар прям вкуснятина таро черный гримуар и не кромантия они вот как раз ближайшие я прошла онлайн не кромантию все отлично я не из питера да вот пожалуйста до отзыв чек прошел бы отлично просто на самом деле все всем на здоровье всем пока пока и до следующей встречи подумаю что будет следующую среду а если кому-то есть вопросы мы же теперь да у нас есть как это вопрос-ответ рубрика есть да я всем кто присылал отвечала поэтому задавайте вопросы с удовольствием расскажу просвещу посоветую помогу и вопросы если есть что-то хочется до следующему онлайн эфире чтобы что-то было интересное пишите конечно с удовольствием все все учтем все пока 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 так выключаюсь